И что происходит с климатом? С климатом происходит плавное вползание в новый ледниковый период. Эта ситуация переживается человечеством впервые, и поэтому представители метеорологической школы не до конца еще осознали это явление. В метеорологии это погода сегодня, завтра, ближайший месяц, это прогноз погоды для аэропортов. Это сверхнужная наука, краткосрочная прогнозы погоды. Без него не обойдется, по сути, никто. Недаром все жители мира так любят слушать прогноз погоды. От этого зависит все. С зонтиком выходите. С зонтиком выходите, да, или без зонтика. Мы столкнулись здесь с явлением на порядок более значимым. Климатом. В свое время, в 60-х, 70-х, 80-х годах и даже в 90-х мы продолжили это бурение. Россия и США провели уникальную, вообще-то, операцию по бурению скважин в Антарктиде и в Гренландии. Там, по сути, естественные летописи погоды, которые зафиксировались в керне, то есть образцах породы, которые получены после бурения скважин. Мы получили детальный слепок климатических изменений за последние как раз 700 тысяч лет. Выяснилось, что было несколько ледниковых периодов, несколько межледниковий. И совершенно четко была получена четкая картина, каким образом Земля вползает в очередной ледниковый период и каким образом она выходит из него. И по всем мыслимым параметрам мы сейчас заканчиваем. У нас заканчивается очередное межледниковие, и мы медленно вползаем в ледниковый период. То, что в геологии считается мгновенным, это тысяча-две тысячи лет. Для человеческой жизни это десятки поколений, и это очень долго. Но сейчас ситуация, по сути, достаточно резко убыстряется, даже по меркам человеческой жизни. Мы имеем замедление течения Гольфстрима. Это главное течение северного полушария. Оно зарождается в Мексиканском заливе, отсюда Гольфстрим, течение залива. И, по сути, именно благодаря ему в Европе и в Америке так тепло, а в России достаточно холодно. Потому что Гольфстрим – это несколько миллионов атомных электростанций. Это, в принципе, количество тепла, которое хватало на все. И вот совершенно закономерно Гольфстрим начал замедляться еще 10-12 лет назад. Первыми тревогу забили английские ученые, поскольку Англия пострадает в первую очередь. Была организована система наблюдений за Гольфстримом. Даже в 2008 году лидеры Англии и Америки собирались, чтобы решать эту проблему на уровне президента, премьер-министра. То есть проблема исключительно серьезна. Как всегда, у них в роли провидца выступает Голливуд, который сделал фильм ужасов, по-моему, «Послезавтра», где за полгода оледенение захватывает Америку, и статуя свободы во льду, и Вашингтон во льду. В принципе, все так и будет. Но не за полгода, а за 500 тысяч лет, вот примерно так. Но ситуация начала ухудшаться уже сейчас. Мне с большим трудом удалось добыть карту, я потом покажу сравнение температур на планете Земля за 2000-й год и 2013-й. И оказалось, что на территории Канады и северо-соединенных штатов Америки в среднем температура упала на 7 градусов. Это вообще гигантская совершенно цифра. И параллельно она повысилась практически на 5-6 градусов на всей территории России. Естественно, после этого поменялись воздушные потоки, и сейчас продолжаются их изменения субширотные. То есть запад-восток и течение воздушных масс, когда циклон проносился над Россией, над Европой, сменялся антициклоном. И так эти качели продолжались десятилетиями. Начал сменяться тем, что вклинились совершенно новые течения, север-юг, меридиональные, так называемые. И территория и Европы, и России стала разбиваться все чаще на ячейки, гигантские ячейки. Вспомним жару 2010 года, когда в Москве нечем было дышать, 50 дней стояла жара 35-40 градусов, даже была масса смертей от этой совершенно аномальной жары, когда горели торфяники. Примерно эта ситуация во многом повторяться начала и сейчас. То есть долго не уходит дождливая похода, которая раньше достаточно быстро проносилась над территорией, когда не было вот этих вот измененных воздушных масс. Долго стоит жара. И поэтому ситуация для России в этом плане будет продолжаться. Но мы не будем замерзать. В наших Штатах закономерно идет образование так называемого лаврентийского ледника. Это очень крупный ледник, который закрывал территорию практически всей Канады и северо-соединенных Штатов Америки. С него начинается любой ледниковый период. Ледники потом возникают и в нашей части, и в России. Но это значительно позже. Пионером любого ледникового периода идет как раз лаврентийский ледник в Штатах. Поэтому Штаты должны будут либо приготовиться к новым реалиям на уровне всей страны, либо потихоньку готовиться к миграции и рассасываться по планете Земля. Нас коснется, но с задержкой в пару тысяч лет. Следующая – Скандинавия. Лаврентийский ледник и Скандинавия. Поэтому мы… Скандинавия затронет северо-запад России. Затронет. Затронет. Потому что когда-то Питер затронул землю. Ну, у нас ледники, которые… Ледниковые языки доходили до Киева. Это установлено геолами. Кстати, впервые это установил великий анархист Кропоткин. Князь Кропоткин, который был политик, анархист и выдающийся геолог и путешественник. В честь него даже хребет Кропоткина назвал. Это какой заходил язык до Киева? Валдайское, так называемое, лединие. Когда в Скандинавии скандинавский щит достиг максимума, это где-то тысяч пятьдесят лет назад язык до Киева доходил. Как пословице. Но ледниковый язык. Поэтому Гольфстрим – спусковой крючок начала нового ледникового периода.